Добрый день! Добрый день, дорогие друзья! Вернемся опять к смертным грехам, к смертным грехам эмиграции в Австралию. Хочу начать этот ролик с анекдота. Батюшка жалуется своему другу, говорит, что за люди пошли, что за люди пошли, вообще нарушает все нормы, говорит. Говорит, оставил, говорит, вчера, недавно как вчера, говорит, у храма Господня, оставил калошек, говорит, возвращаюсь. А калошек нет, украли. Друг, говорит, ты будешь читать проповедь, когда дойдешь к перечислению грехов, что не надо делать. Да дойдешь, да не укради, громко так рявкни и посмотри на зал. Ну, тот, кто украл, наверняка же сердце дрогнет и, соответственно, вычислишь вора. На следующий день встречается священник, батюшка, довольный, и друг говорит, ну, что, говорит, нашел, говорит, да, говорит, нашел. Что, говорит, когда, говорит, это, дрогнуло сердце вора? Да нет, говорит, дошел, говорит, да не блуди. И вспомнил, говорит, где потерял свои калоши, где оставил. Блуд, пролюбедеяние, секс на стороне и так далее. Ну, в общем-то, не кажутся они никаким смертным грехом. И тем более в отношении, какое может быть отношение к обучению в Австралии, к эмиграции в Австралии. Но, к сожалению, будучи, в принципе, даже человеком несемейным, я вижу, как вот эти вот трещины, которые на разных этапах происходят в семьях, как они больно ударяют по самой вашей возможности эмигрировать в Австралию или даже просто учиться здесь, находиться здесь. Даже угроза этого, даже конфликтная ситуация, а тем более измены. Когда вы даже мыслите о поездке в Австралию, вы должны действовать как одна команда. Партнеры, не обязательно муж и жена, ну, положим, условно назовем муж и жена, должны понимать, что жизнь, в принципе, в Австралии в среднем лучше. Но, чтобы она была лучше, надо, чтобы она устаканилась, чтобы вы получили здесь вид на жительство или, по крайней мере, вы вышли на какую-то такую гладкую дорогу к достижению своей цели, чтобы у вас была нормальная жизнь, нормальная работа и нормальные отношения. Вы должны понимать, что вначале будет сложно. К сожалению, очень часто оба партнера высказывают нежелание. Я имею в виду оба пола. Хочет супруга ехать, муж говорит, да кто я там буду, не хочу, зачем это надо, мне здесь хорошо. И обратная же ситуация тоже случается. В этих случаях, либо вы должны это решить, и решить не просто временно, а в действительности оба проникнутся мыслью об эмиграции, мыслью об том, что, если вы хотите учиться, вы должны 2, 3, 4, 5 лет пробыть в Австралии, не устраивать скандалов, не ломать семью, не ломать отношения, при, в общем-то, как я считаю, не очень значительных сложностях. Это не сложности в жизни. Не надо находить оправдания о себе, не надо создавать условия, которые затем эти трещины перейдут в разрыв и развал всего, потери времени, денег, нервов, отношений и так далее, и так далее. Все ваши решения должны быть приняты окончательно. Если вы едете, значит едете. Все трещины должны быть забетонированы, замурованы, и клей в этих трещинах должен быть прочнее самого бетона. Всякие измены, измены духовные, телесные, все это и есть те самые трещины, они не должны настояться. Я вам это говорю по десяткам конкретных примеров. И если вы выходите монолитным, монолитным таким блоком, единой ячейкой, то, соответственно, все будет намного проще и легче, даже на стадии подачи на визы, на стадии, может быть, интервью и так далее. И это интервью будет проходить основной заявитель, но очень часто сейчас задают вопросы и партнеру основного заявителя. Вы приехали сюда, вам сложно, учитесь и работаете. Вы должны понимать, что в некоторых случаях, когда, допустим, не идет речь о ребенке, ну, в контакте, самый оптимальный вариант, вы двое молодые, у вас нет детей, предположим, что у нас в половине случаев бывает, когда жена или муж, чаще женщина, учится, работает 20 часов муж, может работать фуллтайм, потому что магистратура зачастую, то, что у нас ребята образованные, я вижу, что легче ребятам, если они идут на магистратуру, и это вообще логичнее смотрится. Соответственно, жена работает 20 часов, муж работает 40-50 часов, средняя зарплата, ну, пускай 30-40 долларов в час, так сейчас у нас, по крайней мере, часто получается и 50 из зарплат, ну, средняя 40. Получается, что вы зарабатываете 2,5, 2,8, 2,3, 300 неделю. Ребята, этих денег хватит на безбедную жизнь, какое бы вы обучение не получали в Австралии. Ну, просто посмотрите. 40 умноженное на 70, 2,840 умноженное на 62,400, ну, неделю умножьте на 52 недели. Поймите, это огромные деньги, и сложности какие-то, ну, можно подумать, вам не надо в ваших Россиях, Украинах, Казахстанах работать. Конечно, и вам и там надо работать, поэтому, какие могут проблемы? Вы заняты, у вас есть цель, у вас есть учеба, у вас есть работа. Не все легко на работе, не все легко на учебе, но это должно только объединять. Опять-таки, все измены, все, что часто встречалось, я бы сказал, это неприятно, в принципе, обсуждать, это гадко, это мои студенты, в принципе, и не мои студенты, но все-таки, некоторые пытались, женщины, в основном, кстати, женщины, пытались решить проблемы за счет того, что разводились со своими мужьями, находили себе каких-то партнеров новых, как они думали лучше, как оказалось, все ошиблись, скажем так, но это разрушило жизнь, кто-то уехал, кто-то чудом все равно остался из этих партнеров, но это оставило очень большой осадок, вместо того, чтобы остаться единой ячейкой и строить свою счастливую жизнь, появились какие-то обрубки, какие-то обломки, которые, может быть, и остаются здесь, но у которых, в общем-то, сильные рубцы на сердце, и мы с этими людьми живем, мы с этими людьми общаемся каждый день, причем с обеими частями, и это крайне неприятно, вы, в общем-то, наносите раны друг другу, и вашим друзьям, которые вынуждены каким-то образом мириться с тем, что эта ячейка распала. Неприятно, когда происходит разрыв после того, как вы получили вид на жительство, вы уже решили, что все, у вас есть какое-то гражданство, вид на жительство в кармане, и вы начинаете думать, что вы не имеете обязательств уже перед друг другом, потому что, ну, главная цель, кто ставил себе иммиграцию, главная цель, в общем-то, достигнута. И это тоже неприятно. Ну, я считаю, что иммиграция в Австралии это очень-очень хорошая вещь. Я ценю иммиграцию, я ценю эту страну. Но если вы уже прошли столько времени вместе, если вы преодолели столько трудностей, проблем, учеба, работа, эмиграция, сдача английского, вся жизнь у вас практически устаканилась. Да, очень много накопилось каких-то проблем, очень много накопилось ссор, которые, может быть, вы преодолевали. Но абсолютно однозначно опыт говорит, никого лучше, чем этот партнер, вы не найдете. Особенно это касается женщин. Почему-то свойственно думать нашим дамам, что вот они очень высоко ценятся в Австралии. Вот они, русские женщины, имеется в виду не этнические, а русскоговорящие эти люди русской или русскоязычной культуры, они высоко здесь ценятся. а мужики какие-то ну так, шмошники, скажем так. Это совершенно не так. Не хочу сказать наоборот, но явно не так. И попытка найти себе кого-то лучшее это достаточно подло, скажем так. И с другой стороны, если вы так себя цените таким хорошим призом, что же тот ваш избранник до этого не помог вам и таким, как вы, не вытаскивал никого, а пользуется тем, что уже появилось здесь, предплыло ему в руки. Этим же мужчинам в основном, ну в принципе женщинам тоже, но в основном мужчинам я бы сказал, что же так себя мелко цените, что же вы пользуетесь вот этим вот second hand, грубо говоря. Не хорошо так говорить, но все-таки. Неужели вы не можете себе найти сами достойного какого-то, достойную партнершу, а не крестьянничать и питаться, ну, грубо говоря, быть стервятниками. Здесь очень много вопросов, и я бы сказал, это одна из самых больших проблем. Нельзя это назвать вообще-то блудом, прелюбедеянием и так далее в прямом смысле, но это более духовная измена и часто сопровождающаяся телесная измена. Это очень нехорошая вещь. Она, наверное, в плане морали нехорошая, но она очень плохо действует на эмиграцию. Она вызывает у людей ожесточения, и с этим эти люди дальше живут, и поэтому это является одной из причин, скажем, того, что не очень хорошая у нас вообще эмиграция русскоязычная или русская, так сказать. Поэтому я вас предлагаю, ребята хотел бы предостеречь вот от этих блуда духовного телесного не из-за того, что там какая-то мораль, хотя все это правильно, но хотя бы из-за того, что не ставьте себе проблемы на голом месте, не является вот это вот чем-то главным в жизни. И попытки найти что-то лучшее приводит к тому, что вы не имеете лучшего и теряете хорошего. Есть же хорошая русская пословица мудрость лучший враг хорошего и хорошее потеряете и лучшего не найдете. А может быть это хорошее и есть лучшее. Поэтому пожалуйста если не думаете себе своих отношений хотя бы подумайте о достижении конечных целей которые вы для себя нарисовали. Иначе не ставьте перед собой эти цели. Большое спасибо. Продолжение следует...